Привет, ребята, и добро пожаловать на еще одно видео с первым впечатлением, серию видеоигр, в которой мы смотрим на недавно выпущенную игру, и я делюсь с вами своими первыми ошибками и впечатлениями о ней. Сегодня мы смотрим на одно из самых разочаровывающих названий RPG, в которые я играл в этом году до сих пор, Spellmas to the Saga. Это явно очень, очень амбициозное название, у которого есть потенциал стать действительно хорошим. Однако, ты должен помнить, что это противостояние довольно жесткой конкуренции. Главная проблема с этой игрой, это варианты, или скорее их отсутствие, которые делают игру в эту игру не очень хорошей. Есть так много всего, что ты не можешь настроить и исправить, чтобы сделать эту игру воспроизводимой, хорошо работающей и выглядящей потрясающе. Это просто непростительно. Если ты собираешься сделать такое название, тебе нужно приличное меню опций. Но мы посмотрим на меню опций во втором, и мы перейдем к игре. И я пройдусь по своему довольно обширному списку того, что нужно исправить в этой игре, чтобы мне захотелось играть в нее больше, потому что в данный момент у меня болит голова, и я больше не хочу в нее играть. Так что давай больше не будем тратить время в меню пуск. Давай сразу перейдем к вариантам и посмотрим, что там есть. Хорошо, тогда мы здесь. Это ужасно. Это худшее оправдание для меню опций, которое я когда-либо видел для такого названия. Если бы это был, вы знаете, 8-битный стиль или 16-лет битный стиль, двухмерная боковая прокрутка была бы для них прекрасной, но это полноценная, полностью трехмерная, полностью графическая игра, и у вас нет настройки. Это ужасно. Это ужасно плохо. Ты ничего не можешь сделать. Ты даже не можешь установить ограничения PAEVS. Ты, ты ничего не можешь сделать. По умолчанию включено размытие в движении, и ты не можешь его изменить. Ты не можешь изменить ускорение мыши. Здесь нет связок ключей. Там ничего нет. Это неприемлемо. Это нужно изменить. Если для этой игры выйдет патч, это должно быть главным приоритетом. Дай мне настройки. Дай мне оптимизацию. Дай мне что-нибудь, что означает, что я могу сделать эту игру такой, в которую я действительно хочу играть. Наслаждался прекрасной графикой, потому что, честно говоря, это очень красивая игра. Проблема в том, что это либо работает как задница, либо просто повсюду. Это отвратительно. Вот почему я проверяю варианты. Вот почему я выделяю время в своих видео, потому что если ты этого не сделаешь, ты пропустишь подобные вещи. Этого просто недостаточно. Я очень, очень зол. Когда я открыл это и увидел это, я не думал, что это реально. Я думал, что где-то есть другая обстановка. Что еще хуже, когда ты входишь в игру, ты теряешь настройки качества графики. Это исчезает. Как только ты вступаешь в игру, ты не можешь изменить свое качество. Ты должен спасти его. Выходи, заходи в это меню, а затем меняй его так, как считаешь нужным. Неприемлемо, что эта тирада закончена. Давай войдем в игру, и я буду обсуждать больше вопросов, если ты можешь поверить, что в этой игре есть. Хорошо, теперь мы в игре. Первое, на что я хочу пожаловаться, это время загрузки. Время загрузки унылое. Как ни странно, они, вероятно, были бы лучше, если бы было меню опций, где я мог бы настроить свои вещи для своей системы. Теперь имей в виду, я использую Reason 7 3600 на и 28 2060 Super на этой машине, так что с большинством вещей все должно быть в порядке. Как бы то ни было, время загрузки занимает слишком много времени. И что странно, он делает то, чего я не видел в играх с начала двухтысячных, когда он загружается с заставкой. Заставка исчезнет, а затем она загрузится в настоящую игру. Так это все равно, зачем там заставка, если ты потом уберешь ее и заставишь меня ждать еще пять минут, пока черный экран не станет бессмысленным. Они избавились от этого, потому что поняли, как мало в этом смысла. Как бы то ни было, как только ты входишь в игру, как я уже сказал, появляется это странное размытое движение, когда ты смотришь вокруг. Там тоже есть разрыв экрана, потому что его нет. Нет никакой тесселяции экрана, или антиалисина, или чего-то подобного, чтобы помочь с разрывом экрана. Так что разрыв экрана это реальная проблема с этим. Размытие в движении просто ужасное. Рамки тоже не очень хороши. Когда он загружался, он был очень-очень неровным, и как вы можете видеть здесь, он неподвижен. Это не постоянные 60 кадров в секунду, или что-то в этом роде. Это просто повсюду. Однако издалека это выглядит действительно хорошо. Издалека это выглядит потрясающе. Закройся. Не так уж много. Твои текстуры повсюду. Это выглядит как что-то очень-очень устаревшее. Модель персонажа не идеальна. Ты тоже не получаешь никакой настройки персонажа, так что ты просто загружаешься. Это твоя модель по умолчанию. Ты вообще не можешь настроить своего персонажа. Это похоже на то, что они смотрели на это, и когда настраивали параметры, нет. Кастомизация для игрока. Нет. Ты просто, ты просто обычный белый мужчина с сестринской головой, который здесь по каким-то причинам. Это не дает тебе никакой предыстории или чего-то в этом роде. Это просто так сильно ослабевает, как будто я не понимаю, что они построили весь этот прекрасный мир, а потом просто решили заставить его работать как задница. Бегает как осел. В результате это выглядит не так уж здорово. Вблизи это просто плохо. Еще одна проблема, с которой я сталкиваюсь, потому что их много, это разговоры. Это делает эту странную штуку с переключением экрана, когда ты меняешься. Когда ты продолжаешь диалог, он постоянно меняет экраны, что вызывает у тебя тошноту. Почему ты считаешь, что мне нужно каждый чертов раз смотреть на разговор с разных точек зрения? Почему так получается, что когда я смотрю сюда, на нем одежда, но потом у него такие странные? Это просто не имеет смысла. Это просто плохо. Я хочу, чтобы эта игра была хорошей. Похоже, это могло бы быть потрясающе, но есть так много вещей, которые подводят его, что это просто ужасно. Так вот в чем дело. Когда ты проходишь через бой, бой тоже невелик. Так что проблема с боем в том, что он очень упрощен. Но у тебя нет связки ключей. Но у тебя нет повторных привязок. У тебя нет дополнительных функций. У тебя нет макросов. У тебя ничего нет. И все, что ты атакуешь, это в ту минуту, когда ты начинаешь, у тебя есть, у тебя есть, у тебя есть замах. А потом ты можешь сделать это несколько раз, чтобы получить комбо-удар, то есть он просто взмахнет им три раза. Ты можешь парировать, блокировать или бить, но ты должен быть в бою, чтобы все это сработало. Так что я не могу показать тебе это прямо сейчас, пока мы что-нибудь не найдем. Здесь была крыса или что-то в этом роде. Это просто, это просто нехорошо. Как будто это плохо. Учитывая, что у тебя есть посох, твой диапазон тоже не так уж велик. И тогда ты сможешь сражаться с помощью навыков, верно? Значит, ты можешь. Ты мак, очевидно, из-за заклинаний. Так что ты можешь комбинировать их как атаку, а затем заклинания. И это касается твоей участи. У тебя вдобавок ко всему этому еще и планка выносливости. Так что у тебя есть только определенное количество взмахов за раз. У тебя есть эти странные призрачные существа, с которыми ты можешь разговаривать. А с некоторыми нет. Очевидно, есть день и ночь, тени и все такое. И да, это просто не дотягивает. Бой, это просто не весело. Цели там нет, так что тебе просто нужно взмахнуть крыльями и надеяться на лучшее. У тебя есть варианты. Этот парень собирается отказаться, верно? Ладно, круто. Итак, нас переведут в прямой эфир, который покажет тебе, насколько все плохо. На каждом экране он переключается между ними, а затем появляется третий. И я просто не понимаю, почему этой игры для меня трудно избежать. У тебя от этого будет болеть голова. Это вызовет у тебя тошноту. Твоя машина, вероятно, будет бороться с этим, если только это не материал высшего класса, и ты ничего не можешь с этим поделать, кроме как изменить свои настройки и надеяться на лучшее. И это просто такое чувство, такое чувство, что это действительно плохо. Вот так. Есть выбор, который ты тоже можешь сделать, основываясь на своей силе и тому подобном. Даже несмотря на то, что ты только начал игру, в которой практически нет смысла. У тебя есть свой опыт, и теперь я с кем-то сражаюсь, потому что анимация для анимации сражений, заклинаний и прочего тоже не так уж хороша. По-видимому, у меня нет манер. Я и не подозревал, что у меня нет никаких манер. Я не знаю, сколько денег тебе нужно, чтобы совершить атаку. Так это не идеально, верно. А потом у тебя появляется этот странный опыт, когда ты говоришь, что текст просто появляется там. Это написано не тем шрифтом, что все остальное. Это как бы просто есть. Над этой игрой нужно поработать. Над этой игрой нужно много поработать. И она должна начинаться с этого меню опций. И им нужно добавить такие вещи, как включение или выключение размытия при движении. Им нужно добавить ААА. Им нужно остановить этот разрыв экрана. Им нужно что-то сделать, потому что этого просто недостаточно. Это незаконченная демонстрация. Это так. Это мусор, и я действительно недоволен этим. Дай мне знать в этих комментариях ниже, веришь ли ты мне или думаешь так же, как я. Если у тебя такое же согласие, как и у меня. Или если ты полностью не согласен, дай мне знать в этих комментариях ниже, и большое тебе спасибо за просмотр. Я увижу вас всех в следующий раз. Чао-чао-чао. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok